Как по внешности понять, что у вас есть дефициты? Проведи самодиагностику в домашних условиях. Важно понимать, что наше тело – это наш друг, ни в коем случае не враг. И если вы подружитесь со своим телом, научитесь правильно понимать его сигналы, о чем оно вам говорит, то это поможет вам вовремя принять необходимые меры и предотвратить различные заболевания. В этом ролике мы как раз-таки и поговорим о том, как по внешнему виду можно определить дефицит того или иного микроэлемента и вовремя его восполнить. Досмотрите этот ролик до конца, чтобы не упустить ни один из важнейших сигналов вашего организма. Первый микроэлемент – это железо. Железо действительно снижено у огромного количества людей. И в первую очередь у женщин. Потому что ежемесячно приходит менструальный цикл, и женщина теряет большое количество крови, а вместе с ним и железо. По внешнему виду дефицит железа можно определить по следующим параметрам. Первое – это нужно взглянуть на белки своих глаз. Если они имеют голубоватый оттенок, в этом случае это может говорить о дефиците коллагена, который истончает роговицу. А железо как раз-таки главный участник в синтезе коллагена. Следующее – это когда у вас есть одышка. Например, при ходьбе, либо незначительной физической нагрузке. Особенно если вы молодой человек, без хронических заболеваний, испытываете повышенную одышку при ходьбе, то необходимо провериться на железо. Конечно же, это выпадение волос. Вот у моего манекена очень показано, как будет выглядеть человек без вообще железа в крови. И если у вас есть поредевшая шевелюра, это повод как раз-таки провериться. Также ваши ногти. Если на ногтях есть полоски, исчерченность, белые пятна, либо они слишком ломкие и тонкие, это тоже повод как раз-таки проверить железо. Ну и, конечно же, апатия, повышенная утомляемость. Но это характерно, в принципе, для любого дефицита микроэлементов и ни о чем конкретно не говорит. Следующий микроэлемент – это B12. Он супер важный для нервной системы и ваших мышц. В первую очередь нужно обратить внимание на ваш язык. Если ваш язык слишком розовый, на нем есть постоянное воспаление, так называемый гласит или стоматит, то это может говорить о дефиците. Также жжение в области языка тоже может говорить о том, что нужно проверить B12. В конечностях это проявляется тем, что может быть онемение и чувство покалывания в руках и ногах. Следующий супер важный микроэлемент – это йод. Йода действительно не хватает людям в средней полосе России, из-за этого у нас такое большое количество измененных щитовидных желез, увеличенных, которые содержат различные узлы, гипотириозов, дисбаланса гормонов щитовидной железы. Поэтому очень важно вовремя определить дефицит йода. Когда он может снижаться? Например, если есть дефицит питания. Например, если вы не употребляете йодированную соль. Либо если вы беременны, либо если у вас есть нарушение обмена веществ. В общем-то причин действительно много. И определить дефицит йода можно даже по внешнему виду. Первое – это обратите внимание на свои пятки. Если они слишком сухие и имеют трещины, это может говорить о дефиците. Второе – это если у вас слишком выражена подкожная жировая клетчатка, которая проявляется в виде целлюлита. Большое количество целлюлита у женщины может говорить в том числе и о дефиците йода. Если у вас на УЗИ нашли патологию щитовидной железы в виде ее увеличения, либо патологических узлов. Это тоже повод сходить к эндокринологу и с ним решить, а стоит ли вам принимать препараты йода или нет. Кстати, о препаратах, я думаю, все помнят вот эти рекламы. Йодомарин, который каждому необходим и так далее. Действительно, йод необходим, но по четким показаниям. Потому что передозировка йода хуже, чем его дефицит. Есть группа лиц, которым нужно пить йод. Это, например, беременные. Но всем остальным нужно пить йод только по строгим показаниям. И лучше употреблять йод в продуктах, которые его содержат, и в первую очередь, в йодированной соли. Но если ты тоже помнишь эту рекламу Йодомарина, обязательно поставь лайк этому видео. Посмотрим, какого ты года рождения. Микроэлемент, который супер важен всем, и дефицит есть абсолютно у каждого из вас, который не принимает его дополнительно, это витамин D. Определить его дефицит можно по качеству своей кожи. Если она слишком сухая, крема не помогают, постоянно приходится прибегать к различному большому количеству увлажняющих средств, то это может говорить о дефиците витамина D. Также, например, у пожилых очень часто дефицит витамина D проявляется патологическими переломами, так называемым остеопорозом. Все дело в том, что витамин D участвует в обмене кальция. Мало витамина D, мало кальция. Тем самым человек будет испытывать патологические переломы, даже при небольшой травме. И третье, это проблемы с зубами. Если у вас есть кариес, либо очень много зубов в плохом состоянии, это повод проверить витамин D. Олег, а почему я замечала, что у людей, которые много пьют, зубами не очень? Давай представим вообще классического алкоголика в России. Я очень часто их наблюдал раньше в детстве, это когда они собрались втроем на лавочке, у них в руках алкоголь, и все. Ну, то есть алкоголь и три стаканчика. Как правило, еды там нет, потому что алкоголик, он выбирает между тем, чтобы поесть, и тем, чтобы выпить. Естественно, он выбирает второе. И тем самым он лишает себя огромного количества микроэлементов. И в том числе и витамина D. Он находится в дефиците, и, естественно, у него плохие зубы. Следующий микроэлемент, это цинк. Цинк безумно важен для ваших костей, ногтей и волос. Поэтому, в первую очередь, изменения ногтевой пластины, белые пятна на ногтях, могут свидетельствовать о дефиците этого микроэлемента. Также это тонкие волосы, которые истончены, быстро выпадают, и рано посидели. Это может говорить о дефиците цинка. И последнее интересное наблюдение, которое можете у себя заметить, это сниженная способность ощущать яркие вкусы. Например, сладкое, соленое или кислое. Если вы не знаете, каких микроэлементов вам не хватает, не знаете, какие анализы сдать, как определить свое состояние, запутались в куче заболеваний, я изобрел медбота, который надежно поставит диагноз, установит причину и даст вам понятные рекомендации, будь то обследование или лечение. Ссылка на медбота в описании. Микроэлемент, который супер важен, это омега-3. Омега-3 влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если у вас есть сухая кожа в области носогубного треугольника либо лба, это повод начать прием омега-3 в дозировках от 1000 до 2 ежедневно в течение длительного периода. Омега, в отличие от других микроэлементов, практически невозможно определить в крови, и она действительно нужна всем в профилактических дозах. Еще очень важный витамин – это В6. Он регулирует работу и нервной системы, и мышц. Определить его дефицит тоже достаточно легко. Часто у людей, которые сидят за компьютером, за столом, либо очень много пишут, возникает онемение руки, либо онемение определенных пальцев. Это говорит о тоннельном синдроме, синдроме лучезапясного канала. Если у вас возникает такая ситуация, и у вас действительно начинают неметь пальцы рук, то одной из причин может являться дефицит витамина В6. Также, если у вас такое возникло, я рекомендую пройти обследование грудного и шейного отдела позвоночника, и также сделать такое исследование, которое называется электромиография верхних конечностей. Какие вам сигналы подает ваш организм? Что он вам говорит? Обязательно поделитесь в комментариях, я буду отвечать на самые интересные. И еще один микроэлемент, который называется витамин С. Витамин С безумно важен для работы вашего иммунитета, кожи, для, в принципе, вообще функционирования всего вашего организма. И раньше люди погибали от такого заболевания, которое называется цинга. У них кровоточили десна, у них возникали различные заболевания кожи. Сейчас, к счастью, этого мало, потому что наш мир богат различными микроэлементами и продуктами, которые содержат витамин С в большом количестве. И даже в дополнительном употреблении витамина С у нас нет необходимости. Но если у вас есть вот эти три признака, стоит обратить внимание на продукты, его содержащие. Обратите внимание на свои десна. Если после чистки зубов они изрядно кровоточат, это может говорить о дефиците витамина С. Второе, это если вы ударились и у вас тут же образовался синячок. Достаточно часто такое, кстати, бывает у девушек. Вот такое легкое образование синяков в последствии небольшого какого-то удара может говорить тоже о дефиците. И третье, это в области волосяных фолликулов, например, на руках, на голове, если есть красные папулы, тоже может говорить о дефиците. В таком случае нужно увеличить количество хотя бы цитрусовых в своем рационе. Видимо, вы не доедаете фруктов.